Всем привет друзья, вы на канале Skytop Games и сегодня у нас небольшой новостной ролик касаемо игры War of the Worlds. Особой информации разработчики не дают и что творится в закулисе патреонов мы не знаем, но вот некоторая информация по состоянию улучшения игры и самого процесса. Во-первых, в игре появилось расширенное меню, в котором появилось большое количество графических настроек. Вообще, конечно, игра будет достаточно требовательна, это ранее говорили к вашим персональным компьютерам, но, как сказали, игра будет постепенно оптимизирована под старое железо, которому уже даже лет 10. Что такое железо, это ваши ПК. Так что с новыми графическими настройками в игре игроки смогут настроить бесперебойную стабильную плавную игру. Также появились еще большие взаимодействия с NPC, стало большее разнообразие диалогов, геймплей станет еще интереснее. Также, кроме фонаря, у человека будет факел, который вы сможете скрафтить, и если у вас сядут те же батарейки в фонаре, вы можете им воспользоваться, если у вас будут все нужные подручные средства. Еще произошло изменение и улучшение света у треножников, и вообще в игровом процессе тоже. Интересная вещь. С инопланетянами, которые будут выходить из своих штативов, можно будет отбиваться кулаками, потому что огнестрельное оружие может в любой момент у вас закончиться, или вдруг у вас его совсем не будет. Таким способом мы сможем дать некоторый отпор. Также разработчики сказали, что в игре теперь есть полностью динамические разрушения. Как это выглядит, пока сложно сказать. Придется ждать стрима или геймплея от них. То в скором времени, кстати, должен быть. А как он выйдет, мы с вами сразу разберем его отдельным видео. И напоследок, наверное, очень приятная новость. Динамические разрушения, что я сказал выше, это вроде финальная часть того, на чем сейчас работают разработчики и заканчивают. А после этого игра должна выйти в Steam. Точные даты не говорят, так как они не хотят кидать слов на ветер. Но ясно с этого все пока одно, что либо это конец декабря, либо начало следующего года. И, кстати, меня часто спрашивают, что по цене данной игры будет. Скорее всего, долларов 10, если не 12. В общем, палец вверх, подписка на канал, колокольчик, все дела. Все, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok